МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 10 за 14-й год. От издателя. В октябре Луна рекомендует. Октябрь месяц. Приметы и особенности октября, значит, описаны. Познавательно-практически. Молочница Кандидос. Большая статья, которая как раз эту тему поднимает и разбирает. И разбирает. Я здесь много-много использовал материала, чтобы этот вопрос досконально охватить. И в том числе, как тут происходит и заражение. А главное, как от этого всего избавиться. Тут и причинно слабляющий организм я разбираю. Такая капитальная статья. Есть такие статьи, которыми я горжусь. Ну, это одна из них. Одна из них. Кстати, вот оральный Кандидос. Вот можете заметить, что вот эта вот грибница, вот, именно его внешний вид дал название молочница. Все потому, что грибок Кандида, подобно молочной отвороженному налету, покрыл слизистую оболочку, языка и полость рта. Здесь он, естественно, ее покрыл. А дальше он начинает прорастать в наш организм. И, естественно, начинает из него сосать жизненные соки. Ему-то надо питаться. Вот. А нам-то от этого, ха! Особо-то не, 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 не хорошо. Кандидос кожи. Вот, это, скорее всего, на локте. Вот такая вот дрянь завелась. Прилипла, как ржавчина. И начинает, начинает сосать тебя. Кандидос ногти. Вот, видите, ногти такие, они портятся. Значит, тут интересно все-таки отметить. Вот, смотрите, одно дело, мы видели ротовая полость, да, это творожечная масса. Другое дело, мы с вами видели кожи. А тут на коже, видите, какой-то коричневый, какая-то разновидность. А тут, чтобы жрать ногти, тут должна быть совсем другая разновидность. Кандид, которая паразитируется на ногтях, использует их в качестве пищи. Кандидос внутренний есть. Кандидос кишечника. Какие симптомы? Кстати, а у мужчин, если, значит, взять головку полового члена, и, значит, она покрыта крайней плотью, вот эта вот крайняя плоть, когда мы, значит, оголяем головку, то можно видеть тоже творожистый налет. Это есть не что иное, как кандиды. То есть не только у женщин, а и у мужчин. И дальше они там делают своё чёрное дело по отношению к предстательной железе, мочевому пузырю, почкам. И они там ведут свою разрушительную работу. Риск завалить молочницей. У кого? Видите, я. А вот смотрите, по опроснику можно, значит, также установить, насколько поражён у вас организм молочницы. Вот видите, частное мочеиспускание, жжение при мочеиспускании, слезящиеся глаза, то есть слизистая, даже туп поражает. Если кандидат завелась вот это, то это весь организм. Плохое зрение, боли в ухе, глогота, частый гной на воспалении ушей, давление за ушами или покалывание, зуд кожи, высыпание на кожу, изжога, несварение, повышенное газообразование, слизь в калии, геморрой, неприятный запах из рта, сухость во рту, сыпь или волдыри во рту, приплохо суставу или артрит, приплохо суставу или артрит. Видите, можно так сказать, не обязательно, что молочница, это где-то обязательно будет у вас болеть творожистые выделения там с половых органов. Не обязательно. Этого даже может и не быть, но зато у вас могут болеть суставы и быть артрит. А дышка или затрудненное дыхание, заложенность носа, хронический насморк, зубный сух, боль, горы, кашель, боли или напряжение в груди, постоянная сонливость, полученная раздражительность, рассеянность, частые перепады настроения и так далее, и так далее. И пошло наконец-таки лечение молочницы. Продукты для быстрого лечения молочницы, что и как применять, предостережение, чтобы бороться с этой с этой молочницей. Вариант скорой помощи при молочнице. Лечение молочности кандидоза. Видите, большущая какая статья. То есть в этой статье вы найдете процентов 90 полезного материала для того, чтобы избавиться от молочницы. Ну, избавиться от молочницы это наверняка, но надо понимать, что она-то возвращается. Что надо делать? Так. Сахар. Опыт жизни без него. Очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Кстати, я сейчас стараюсь сахар не употреблять одно время, я где-то месяца три не употреблял. Конечно, интересные вещи были. Потом, знаете, все-таки вот забываешься. И пошел, пошел, пошел. Астма, спрашивали, отвечаем. Про астму тут также целая статья такая хорошая. хорошая такая. И даже продолжение следует. То есть, читая эту газету, вы можете, будем говорить, напасть на статьи, которые капитально разбирают тот или иной вопрос, не только по оздоровению, но по лечению каких-то заболеваний. Кандидоз был, был. Астма вот началась, началось. Так, а это тут какой-то грибинка белого, живое ископаемое. Но, будем говорить, это все, конечно, хорошо, хорошо, хорошо. Но при этом, при этом не надо надеяться только на вот какое-то лекарственное средство. Нет, надейтесь только на свои силы. И поднимайте их. Это самая надежная защита. А все остальное, к нему организм привыкает, к нему привыкают микробы. И все, все повторится. А вот когда, если организм ваш устойчив, то тогда все отскакивает, как шелуха.